Ростов сегодня это отмена праздничного концерта и салюта в день города и продолжающаяся в регионе вакцинация от гриппа. Это открытие детского сада для будущих режиссеров в Ливенцовке, вручение на самбекских высотах коммунальной техники для Мариуполя и малые архитектурные формы как новое направление производства на шахтинском заводе гидропривод. А еще это массовая авария с пятью пострадавшими, двое из которых дети и ремонтник-рецидивист, подчистивший шкатулки с драгоценностями ростовчанки. Ростов сегодня это финал областных соревнований по пожарно-прикладному спорту. Первая на юге России царь-гонка для детей 400 метров с препятствиями рукоходами и планы открытия дома шахмат в Ростове. А еще это хорал посвящения к юбилею области на открытии девятого международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, первый региональный фестиваль спектаклей «Театральная площадь» по произведениям донских писателей и «Бабье лето-невидимка за окном». На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня» ее ведущие Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Концерт с участием Олега Газманова и фейерверк дню города отменены по решению губернатора. Об этом Василий Голубев написал в своем телеграм-канале. Сцену на Театральной площади уже начали демонтировать. Ранее сотни ростовчан в комментариях к постам главы региона попросили Василия Голубева отменить праздничные мероприятия из-за СВО. К мнению горожан власти прислушались. Эпидемия гриппа нам не страшна, если вакцинировать 60% жителей области. Тогда коллективный иммунитет даст отпор вирусам, говорят специалисты. Сейчас в регионе продолжается кампания по вакцинации. За прививкой приходят целыми коллективами. Например, сегодня вакцинировались студенты и преподаватели Таганрогского института имени Чехова. Чтобы не завалить зимнюю сессию из-за больничных, вперед в медкабинет. Студенты Таганрогского института имени Чехова выстроились в очередь за вакциной против гриппа. Иммунитет к эпидсезону и экзаменам формируют заранее. Каждый год мы стабильно прививаемся. Это уже практика обычная для нас. Поэтому всем советую психотезовать. Вакцина переносится хорошо, практически без побочных эффектов. Так что пары пропускать не придется. На моем опыте она максимально снижает количество заболеваний моих. И, как мне кажется, максимально помогает гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации, чтобы заботиться о выработке общественного иммунитета. Поддерживают иммунный энтузиазм студентов и преподаватели. Доцент кафедры биолога географического образования и здоровья сберегающих дисциплин Марина Паничкина отмечает. В сезон простуд обходится без долгих больничных. Стойкостью организм обязан вакцинации, уверена педагог. Я прививаюсь каждый год от гриппа и рекомендую всем это делать в наше неспокойное время. Грипп мутирует очень быстро. Поэтому, чтобы обезопасить себя от рисков заболеваний и более неприятных последствий болезни гриппа, я считаю, что нужно прививаться. Сентябрь-октябрь – лучшее время для противогриппозной прививки, отмечают врачи. Сейчас в Ростовской области достаточно вакцины для всех желающих. Обязательно должны сделать прививку от гриппа пожилые люди, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также мы должны привить людей, которые работают в социальной сфере, в сфере обслуживания населения и студентов, молодых людей. Заботиться необходимо и о защите детей от вирусов. Чтобы сформировался коллективный иммунитет против гриппа, в нашем регионе планируют вакцинировать 60% населения. Виктория Щетинина, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Родители ждали его два года и даже не подозревали, насколько хорошим он окажется. Детский сад номер 25 открылся в Ливенцовке и уже принял 140 детей. Если кто-то из них станет известным режиссером, не удивляйтесь. Бассейн, студия мультипликации, кинозалы и все это в новом детском садике номер 25. Его в Ливенцовке ждали два года, на строительство выделили больше 236 миллионов рублей. Привыкаем, очень ждали этого садика. Рядом с домом находятся, вот рядышком живем. Нам очень нравится здесь в этом саду. Воспитатели, нам очень повезло с воспитателями. Группа хорошая, да? Рассчитан сад на 140 мест и все уже заняты. Набрали шесть групп, одна из них для детей раннего возраста. Особенностью нашего детского сада является создание мультстудии, которое позволит деткам развиваться в этом направлении. Долгожданный для наших жителей советского района, Ливенцовского района. Мы очень рады, что он начал функционировать. Огромное спасибо нашему городу за такой замечательный подарок Ливенцовскому району. Я с мамой и папой шагаю в припрыжку. Люблю свой город, в котором живу. Он теплый и южный. О нем пишут книжки. Красивый, зеленый, Ростов-на-Дону. В оснащение детсада вложили больше 17 миллионов рублей. Кроме нужного дошколятам для набора знаний и навыков, тут можно почувствовать себя в роли инспектора, спасателя, врача и даже режиссера. Готовность учреждения к воспитанию юных ростовчан оценил Алексей Лагвиненко. Новый сад современный. Здесь уже новое интерактивное оборудование, новое современное оборудование. Хорошая современная кухня. Причем кухня приготовления полного цикла. Еда полностью здесь приготовляется. Выявили сегодня очень красивый музыкальный зал, где работают дети. Вы обратите внимание, что в саде есть уже бассейн. Мы для себя еще два года назад взяли за правило, что при проектировании всех детских садов наличие бассейна уже будет обязательно. До конца года в Ростове откроют еще четыре новых детсада на Ростовском море в районе Вересаева, в 10-м западном жилом массиве и второй корпус этого 25-го сада. Кроме того, в городе начали возводить две современные школы. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский. Из Ростова в Мариуполь партии уборочной техники и контейнеров для вывоза мусора передали жителям ДНР. Ключи от машин вручили на территории музея Самбекские высоты, откуда техника сразу отправилась своим ходом в Донбасс. Эти машины – еще один технический шаг к нормальной жизни в Донбассе. Водители жилищно-коммунальной службы Мариуполя осматривают новые манипуляторы, мусоровозы, самосвалы, бункеровозы и газели. Теперь каждая 12-часовая смена станет результативнее. Расчистка города идет ударными темпами. На самосвале мы вывозим, смотря какой район города, и 5, и 6 входов по 20 тонн, 8, по 20 кубов мусора вывозим, это 4, 5, 6, ну какой район. Технику очень ждут все жители города. На улицах много стихийного мусора, машин для вывоза не хватает. Не потому, что люди не хотят убирать, действительно, они убирают, они складывают, гарнизованно, но не на чем было их вывезти. На сегодняшний день мы видим здесь контентрировозы, которые просто сделают прорыв в уборке этого мусора в нашем городе. Деньги на закупку техники для уборки мусора в ДНР выделило российское правительство. В общей сложности республика получит 70 спецмашин и более 9 тысяч контейнеров для отходов. Вся эта техника, которая будет убирать улицы города, и именно города Мариуполь, о чем мы договаривались в рамках поездки в ДНР, и ее количество, потребность необходимой техники определена комплексным планом, который утвердил глава республики, и мы его выполняем. Ростовская область принимает активное участие в помощи людям, их размещении, поддержке сопредельных территорий только за три летних месяца. Наш регион направил жителям Донбасса больше 250 тонн гуманитарных грузов. Юлия Карасюк, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Пять человек, в том числе дети, пострадали в массовом ДТП на трассе. Самому маленькому пострадавшему было всего один год. Подробности в сегодняшней сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Забегая вперед, скажу, что все остались живы. Пять человек пострадали в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе М4 Дон. Среди пострадавших двое малолетних детей. ДТП произошло накануне днем в Каменском районе. 46-летний водитель Тойоты превысил скорость и влетел в попутный Хёнде. Затем стоящий на обочине грузовик с полуприцепом. Хёнде по инерции отбросило на пешехода. В результате пострадали пассажир Тойоты, пешеход и трое пассажиров Хёнде, среди которых 6-летний ребенок и годовалый малыш. Дети были в машине без детских автокресел. Рабочий, который делал ремонт в квартире, решил заодно и обокрасть ее. Дело было в Октябрьском районе города. Ростовчанка заявила в полицию, что из ее шкатулки пропали ювелирные украшения общей стоимостью миллион рублей. Стали разбираться, кто был вхож в квартиру, проверять камеры наблюдения. На них и попался воришка. Подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Ранее уже судимый за аналогичные преступления. Полицейские выяснили, что фигурант ранее осуществлял ремонтные работы у потерпевших в квартире. Когда хозяйки не было дома, ночью проник в жилище и украл золотые кольца, браслеты, серьги, цепочки и наручные часы. Похищенное продал, а деньги потратил на собственные нужды. Ремонтник-рецидивист арестован, теперь снова пойдет под суд. По статье «Кража ему грозит до шести лет колонии». На этом все. До завтра. Новое производственное направление начали осваивать на шахтинском заводе «Гидропривод». Уже третий месяц на предприятии изготавливают малые архитектурные формы – лавочки, чугунные урны и фонарные столбы. Собственный литейный цех позволяет заводу создавать продукцию индивидуально под заказчика. Чтобы кто-то мог отдохнуть, кому-то надо поработать. Вот такие лавочки выпускают на шахтинском заводе «Гидропривод». И порядка 50 штук за день. С чего начинается лавочка? Специалисты ответят сразу – с формовки. Песок засыпают формы на специальных установках. И уже по конвейеру форма передается в печной пролет. На данном участке при температуре 1450 градусов происходит выплавка стали и чугуна в индукционных печах. Кстати, у каждой здесь женское имя. Например, эти – Катя и Маша. Рабочие отмечают – так удобнее и быстрее отличать их друг от друга. Далее производится расплав в течение часа и слив металла в ковш. С последующей заливкой формы, которые в дальнейшем производят обработку. И получаются лавочки, фонари и подставки под фонари. Так на одном из крупнейших предприятий России, специализирующихся на производстве гидравлики, на шахтинском заводе «Гидропривод» осваивают новое направление – малые архитектурные формы. Шахтинский завод «Гидропривод» сегодня не только реализует программы импортозамещения, осваивая выпуск новых гидронасосов взамен американских и немецких аналогов, в том числе под потребности завода «Россельмаш», но и развивает свои компетенции в литейном производстве. Причем я считаю, что продукция завода, такая как лавочки, фонарные столбы, будет очень востребована нашими муниципалитетами для реализации проектов благоустройства территории. Собственный литейный цех позволяет предприятию выпускать широкий ассортимент продукции. В полную силу здесь может играть как воображение мастеров-умельцев, так и заказчиков. При желании для каждого смогут разработать фирменный знак, например, герб города на боковине лавочки. В этом их основное конкурентное преимущество. Для каждого муниципального образования мы можем сделать какую-то фишку. Если люди будут обращаться к нам напрямую с предложением разработать какой-то эксклюзивный дизайн, что они хотят, мы по внешнему виду, по фотографии можем это все осваивать в производстве. Потому что мы это все делаем сами. Для этого необходимо просто изготовить модель, которая займет времени буквально на 2-3 недели. И можем это отливать и предлагать людям. Среди заказчиков уже московские, тульские и северокавказские регионы. Но первые изделия завода, мощные лавочки с чугунным основанием, стали украшением Центрального парка шахт. Татьяна Цепелева, Владимир Трофимович, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Раскатать рукава. В Азовском районе на базе пожарной части номер 217 прошел финал областных соревнований по пожарно-прикладному спорту. Оперативность, выносливость и слаженность действий продемонстрировали 9 дружин. Сильнейших определили в личном и командном зачетах. Молодец. Сразу видно, ребята молодые, энергичные. Состязания стартуют с преодоления полосы препятствий. Перепрыгнуть барьер, пробежать с пожарными рукавами по узкому бревну, погасить пламя огнетушителем, продемонстрировать навыки работы с пожарно-спасательным инструментом и организовать подачу воды на все считанные секунды. Ребята выполняют забор воды путем рукавов, которые опускают полностью в водоем. Второй этап – проверка слаженности командной работы. Участники должны полностью сымитировать боевой выезд, оперативно надеть обмундирование, разместиться в пожарном автомобиле, подъехать к водоисточнику и проложить рукав к условному очагу пожара. Главная задача таких состязаний – повысить сплоченность и профессионализм при тушении реальных пожаров. Как итог мы видим нашу работу пожарных на тех лесных пожарах, которые у нас были в этом году. Их было немало. Это и Уздонецкий, и Верхнедонской район, и Каменский район, и другие пожары, где пожарные, областные противопожарные службы проявили и мужество, и профессионализм, и, как мы видим, самое главное, не было допущено у нас гибели на этих пожарах. По итогам состязаний тройку лидеров замкнула пожарная часть номер 213 Орловского района. На втором месте команда части номер 207 Константиновского района победителем, как и в минувшем году, жюри безоговорочно признала команду областной пожарной части номер 224 Когольницкого района. Командира по традиции окунают с головой в емкость для забора воды. Донская противопожарная служба создана 11 лет назад, сегодня в ее составе 49 пожарных частей. На боевом дежурстве стоят около шести сотен профессиональных пожарных. Мне просто легко на сердце и на душе, что тот труд, который был в свое время вложен сотрудниками департамента, работниками противопожарной службы, он имеет такой прекрасный результат. Посмотрите, какие у нас прекрасные, хорошие пожарные части, отличные профессионалы, ребята пожарные. Сегодня показали на соревнованиях, на что они способны. После церемонии награждения участники соревнований открыли мемориальный камень в память о первом начальнике областной противопожарной службы Александре Кириченко. Он возглавлял ведомство 8 лет. Под его руководством в регионе было построено 29 пожарных частей. Он длительное время служил в федеральной противопожарной службе. Начинал службу с простого начальника караула, закончил начальником отряда. То есть он имел большой опыт работы по тушению пожаров. И весь этот богатый опыт он передавал своим подчиненным, вот нашим пожарным. Поэтому я всегда буду говорить, что этот человек внес значительный вклад в создание, развитие нашей противопожарной службы. Александр Кириченко ушел из жизни в возрасте 55 лет. Рядом с мемориальным камнем высадили березовую аллею. Ровно 55 деревьев. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Не так давно в парке 70-летия Победы прошла взрослая царь-гонка. И вот в свои препятствия преодолевали дети. И это впервые на юге России. Участвовать могли все желающие для юных спортсменов из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, чьи родители участвуют в СВО. Было льготное участие. С победителями пообщалась наш спортивный корреспондент Марина Черных. Да, коллеги, что мне сказали юные спортсмены в финале 400-метровой дистанции, расскажу чуть позже. А пока последние новости с гандбольной площадки. Четверых гандболисток Ростов-Дона вызвали в сборную. Это левая крайняя Кристина Кожакарь, правая полусредняя Екатерина Зеленкова, левая полусредняя Дарья Стаценко и разыгрывающая Милана Таженова. Всего в гандбольную сборную Людмила Боднеева вызвала 21 игрока, но в итоге только 18 гандболисток по окончании тренировочного сбора отправятся в Минск, где сыграют два матча со сборной Белоруссии. Что ж, будем следить за новостями, а пока вернемся в Суворовский. Детскую трассу «Царь гонки» организаторы спортклуб Суворов постарались облегчить, но до ее финиша дошли только 10 участников из 180. А вот эту десятку сильнейших ждала еще одно испытание – 100-метровая супергонка, которую проходили уже все вместе, независимо от возраста. И тут не обошлось без рекордов и сенсаций. Пока дети разогреваются перед стартом, судьи проходят последний инструктаж. Как пройти дистанцию и не заработать дисквалификацию, заодно слушают и тренеры, и участники. Никакого касания ногами в рукоходе. В любом. Это сразу возврат. И еще одна важная предстартовая процедура – напутствие священника. «Царь гонка» проходит накануне Дня памяти Александра Невского. Это первая детская гонка с препятствиями на юге России. На старт вышли около 200 детей и подростков от 9 до 17 лет. Для удобства и безопасности участников разбили на 15 стартов. «Аналогов этому еще здесь не было. Предприняли мы меры для того, чтобы уменьшить травматизм, понизили навесное оборудование, проложили 400-метровую трассу, где дети на любом участке на виду находятся у своих родителей». В отличие от взрослых соревнований, детская трасса намного короче – всего 400 метров с 12 препятствиями. Подъемы, канаты, рукоходы в попытках не ограничивают, но преодолеть всю дистанцию старшим надо всего за 10 минут, младшим выделяется 12. Дойти бы до финиша. «Это как компьютерная игра. Каждому участнику выдают вот такие браслеты. Это жизнь. Правда, жизнь только одна. За непрохождение хоть одного препятствия браслеты срезают. А вот тех, кто с ними дошел до финиша, ждет супергонка и призы». «Колено, колено, заходи!» «Руку дальше за суть!» «Руку, руку, Миша, руку, руку!» «Сохранить браслет – задача для большинства непростая. Миша Максимов прошел все, а вот на большом треугольнике завис. В итоге уже на финише сошел с дистанции». «Ты молодец!» «Ты молодец! Все пробуешь или все? Сам смотри. Ты тут сам решаешь. Хорошо подойти в двор». «Там толстая, наверху, широко, чтобы руку туда засунуть». Ростислав Мельников браслет потерял на канатах. Не хватило сил, но не расстраивается. В следующем году, говорит, потренируется и обязательно вернется. «Гонка очень понравилась. Она сложная, но очень интересная. На ней надо хорошо все делать, чтобы пройти все. Но тут нет проигравших. Тут все выиграли». Проигравших в этой гонке действительно нет. Здесь каждый испытал себя. Даже четвероногие, хотя они вне зачета. А вот, чтобы выиграть, надо было много тренироваться. Аня Менчунок занимается в спортклубе «Суворов» уже два года. Результат не заставил себя ждать. Аня – одна из всего трех девочек, кому покорилась дистанция. «У нее сначала стал старший брат здесь заниматься, потом она, а потом пришлось мне, потому что мы терялись на бегах, всяких кушерях, и она испугалась, и пришлось и мне заниматься. Так что теперь всей семьей». «Ну, вообще мероприятие, мне это очень понравилось, очень кайфовое. Самое сложное препятствие для меня было – это треугольник». «Была бы чуть повыше, да, тянулась, да?» «Нет». Безупречно прошли всю дистанцию и вышли на 100-метровую супергонку лишь 10 человек. И вот победитель – Сергей Менчунок. Кстати, тот самый старший брат Ани. Он вообще первым в гонке и единственным в категории 9-12 лет, кто пришел к финишу. А затем обошел всех и в супергонке с феноменальным временем, впечатляющим даже для взрослых спортсменов – 2 минуты 1 секунда. Вот они – руки абсолютного победителя. «Ну, вообще верил в себя, да. Противники были некоторые даже сильные, но я все равно верила, пришел первый». Марина Черных, Тегер Фатахов, Первый Ростовский. И немного о шахматах. Первое за пять лет общее отчетно-выборное собрание областной федерации шахмат прошло в Ростове. Его повестка была насыщенной международные и всероссийские соревнования. Свой дом шахмат, всеобуч и переизбрание президента. В зале гроссмейстеры и тренеры-члены областной федерации. Они единогласно голосуют за то, чтобы оставить на посту президента Рутюна Сурмоляна. Ведь впервые в современной истории донских шахмат у профильной федерации нет долгов. После обсудили шахматный всеобуч. Инициатива была в регионе запущена давно, но пока слабо реализуется. Исправить это федерация надеется благодаря выигранному гранту благотворительного фонда Тимченко. На сегодня уже около 300 педагогов повысили квалификацию. А это значит, 300 школ области запустили всеобуч. Есть продвижки и в воплощении другой давней мечты – своего дома шахмат. Где можно будет обучать детей, устраивать мастер-классы и проводить соревнования. Мы хотим возродить дом шахмат, который был на Чехово. Сегодня понимание есть. Я думаю, что в ближайшие перспективы это может пару лет, может три года. И в Ростове будет свой дом шахмат, куда могут ходить наши дети, обучаться и достичь серьезных-серьезных высот. Стоимость реконструкции здания, которое является объектом культурного наследия, уже подсчитана. В ближайшее время будет принято решение Гурдумы о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. В целом, планы на следующую пятилетку грандиозные. Планируется проводить до четырех международных турниров в год и около десятка всероссийских, а областных и городских соревнований у нас и так проводится до сотни. По быстрым шахматам классическим, среди учителей, сельчан, детей. Ближайший международный турнир на Кубок Кадырова принимаем уже в конце октября. Девятый международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета открылся в Ростовской филармонии. В этом году он начался произведениями Шестаковича и Чайковского. Нашлось в программе фестиваля и место подарку к 85-летию нашего региона. Оркестр «Новая Россия» совместно с медной группой Ростовского симфонического исполнили торжественный хорал, посвященный юбилею области. Его по заказу Юрия Башмета написал композитор Кузьма Бодров. Начали первое отделение с праздничной увертюрой Дмитрия Шестаковича, а продолжили программу его первым концертом. Солист Павел Милюков позже скажет, что Башмет, как никто другой в мире, чувствует такую музыку, а я, как младший коллега, стараюсь внести что-то свое новое в переживание сегодняшнего дня. Давно играю концерты, можно много сказать в нем, с прекрасным оркестром. Мы будем проводить события, продолжать проводить события на территории города Новочеркасска и Таганрога. Наша консерватория имени Рахманинова станет тоже основной площадкой для работы, проведения мастер-классов. Академия Башмета продолжит работать на площадках консерватории. Программа фестиваля Юрия Башмета каждый раз не повторяется. Он предлагает слушателям музыку, которая редко исполняется. Первый концерт Шостаковича – это труднейшая партитура. Я не думаю, что этот концерт звучит раз в неделю простой. А первая симфония Чайковского тоже далеко не самая популярная, хотя она светлая, прекрасная. А что касается солистов, ну, если кто-то не сумеет до нас добраться, у нас есть. Как это называется? Замещение. Специально к 85-летию области, где маэстро родился, он заказал торжественный хорал композитору Кузьме Бодрову. Он известен как автор музыки к фильмам Константина Хабенского «Собибор» и Павла Лунгина «Братство». 13 сентября сочинение было исполнено на праздничном юбилейном концерте в музыкальном театре и дополнило программу открытия фестиваля в филармонии. Я написал это как торжественный хорал, это можно назвать торжественный напев, это не имеет большого значения. Но вот такой как бы гимн получился, и я этому очень рад. В закрытии фестиваля Юрия Башмета 16 сентября здесь же в филармонии будут Грек, Чайковский, Шостакович и Шнитке. Прозвучит литературно-музыкальная композиция по письмам российского императора и Евдокии Лопухиной. Петр Первый, сына величия. Он большой профессионал, большой мастер. И люди, мне кажется, приходят с самых разных слоев профессии, интересов. Музыка объединяет совершенно всех. Конечно, большое-большое явление Донской земли. Чехов, Шолохов, Калинин, Крюков, Смирнов. По произведениям донских писателей проходит первый региональный фестиваль спектаклей «Театральная площадь». В программе фестивали 11 постановок Театра Горького, Молодежного и Кукольного театров. И еще пяти областных из Шахтного, Шахтинска, Новочеркасска, Таганрога и Волгодонска. Последние два открывали театральную площадь спектаклями по Чехову. Да-ка-ну-так. Да так бы чего не вышло. Фраза, ставшая крылатой, подчеркивает футлярность учителя греческого языка. Антон Павлович даже имени не дал герою Беликову. Этому робкому с бледным, как у харька, лицом, который он прятал за темными стеклами очков и высоким воротником теплого пальто на вате. Натурально человек в футляре. Этот рассказ Чехова ставится редко. Поэтому Таганрогский театр и привез его на фестиваль «Театральная площадь». Фантастическая история из жизни города Н. Первое выступление таганрожцев за 20 лет на сцене Театра Горького. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и что зрители тоже этот спектакль заставят о чем-то задуматься. А там есть о чем задуматься. А ты была, скажи, вот ты, а дивись, как чудовая ночь, а ведь она и день рассуне все, а ты красивый ради всех. За 12 лет в спектакле поменялись актеры. И этот фестиваль, по мнению Худрука, экзамен для молодых артистов на профессионализм и зрелость. Такое же испытание проходит еще пять областных театров. Новочеркасский театр имени Комиссаржевской, Шахтинский, Новошахтинский, Таганрогский камерный такт и Волгодонский молодежный театр. Последние на малую сцену Горького привезли своего Чехова – постановку «Дачники». Ростовские зрители более искушенные, так они не сразу восприняли, кто мы такие, да, можно ли с нами, дружить или нельзя. А потом вот в конце мы поняли, что мы земляки. Из воспоминаний «Идеалиста», «Неосторожность», «На даче», «На рыбалке», «Забыл», «Дачники», «Дачные правила» и «Верочка» – восемь коротких рассказов Чехова вошли в спектакль. Но на этом Антон Павлович не заканчивается. Молодежный театр на своей площадке готовит каштанку. Шахтинцы на сцене Горького 15 сентября привезут переполох. Новошахтинцы 16-го дадут три сестры. А 17-го Таганрогский такт играет дело в шляпе. Фестиваль в этом году посвящен 85-летию области, поэтому и собрал в Ростове спектакли по произведениям донских авторов – Чехова, Шолохова, Калинина, Крюхова и Смирнова. Будущее наше зависит от того, вместе ли мы. Мы этим фестивалем показываем, что мы вместе, мы одна большая театральная семья. В афише первого фестиваля 11 постановок, среди которых Тихий Дон и Цыган театра Горького, город маленьких героев театральной студии «Мастер-класс», казачки Новочеркасского драмтеатра и жеребенок Ростовского кукольного театра. Но областники надеются, что фестиваль станет ежегодным и расширит тематическую программу. Юлия Сурикова, Владимир Трофимович, Первый, Ростовский. Бабье лето началось. Такой новостью с утра нас ошарашил наш погодный корреспондент. Спорить с ним мы не стали, ведь он смотрит не только в окно, но и периодически заглядывает в свой томик народных примет. А там еще не такое напишут. Совпадает ли это с прогнозом синоптиков, Иван Полехин сам вам сейчас расскажет. Ростовчане, всем огромнейший привет. Но сегодня я не буду долго тянуть, а сразу перейду к нашему с вами любимому народному календарю. В нем сегодня семен день. Наши предки считали, что именно сегодня начинается настоящее бабье лето. И по погоде сегодняшний день считали, какой судили о том, какой дальше будет осень. Если было тепло и комфортно, соответственно, и осень будет такая же. Ну и наоборот, соответственно. А еще было принято незамужним девушкам в этот день вечером брать пряжу и, ну, скажем так, гадать на суженого. Если нитка пряжи ложилась ровно, то, соответственно, и жених будет, соответственно, ровный, такой положительный, во всем, во всем примерный. В общем, очень хороший. Ну, а если нитка ложилась криво, то, соответственно, и жених будет, ну, не очень путевый. А какой будет погода завтра, я вам и без всякой пряжи расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Дождик в Ростове небольшой пройдет сегодня ночью. А вот в четверг днем осадки возможны, но маловероятны. Небо будет пасмурным, но не настолько, чтобы пролиться на землю. Зато температура воздуха уже стабильно держится. Примерно на одном уровне несколько дней. 20-21 градус тепла, приятная осень в самом разгаре. Ветер скоростью в 5,5 метров в секунду немного испортит настроение. Но на оставшуюся половину рабочей недели нам с вами хватит. Увидимся. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте. А в студии были Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. До встречи завтра. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова